Сегодня мы имеем такую-то колоночку портативную. При покупке она запаяна двумя такими стикерами. В комплекте колонка, провод micro USB для зарядки, инструкция и гарантийный талон. Больше в коробке ничего нет, даже зарядки никакой нет, даже самой простенькой. По характеристикам на самом деле колонка не самая прогрессивная на сегодняшний день. По мощности 16 ватт, по времени работы указано до четырех часов, но тоже есть один нюанс. Поддержка AUX, microSD, USB флешек, либо каких-то маленьких накопителей. При этом общий объем поддерживает до 64 гигабайт, что радует, что флешки поддерживают формат exFAT, поэтому большинство современных флешек у вас заработает без вообще каких-либо проблем. Интересной особенностью служит то, что эту колонку можно использовать как некую гарнитуру, потому что в ней есть микрофон. Вряд ли вы будете серьезно использовать эту функцию на громкой связи. Управляется достаточно легко. Нажимаете клавишу включения, держите, буквально там полторы секунды она включается. Далее, либо вы подключаетесь по Bluetooth, Bluetooth автоматом включается, то есть и по сути вы можете уже подключиться. Вот так я подключал, он уже автоматом подрубил. То есть, естественно, удобнее из телефона. То есть, в этом плане работать без проблем. Также есть особенности управления. Для того, чтобы переключить трек, надо короткое нажатие, сделать на колонке на плюс, либо на минус, то есть, вперед либо назад. Если хотите увеличить громкости, либо уменьшенной громкости, кнопку надо зажимать. То есть, нажимаете, держите. Единственное, то, что мне не понравилось, то, что здесь нет никакой индикации ни громкости, ни заряда. И несмотря на то, что производитель указывает работу до четырех часов, реальное время работы абсолютно непонятно. Это я понимаю, надо тестировать, но смысла в этом особо не вижу. И есть еще небольшой минус у данного устройства. Точнее, даже два минуса. Первое. Это при использовании FM-антенны. Во-первых, для того, чтобы использовать FM-радио, вам надо подключить microUSB-провод. При подключении microUSB-провода он будет использоваться как антенну, соответственно, FM-радио вы сможете только в зоне очень хорошего приема сигнала. То есть, если вы будете использовать это за городом, либо в небольшом удалении, режим обычного FM-радио вы можете забыть. Смысла в этом точно нет. Также, по поводу открытия разъемов. Здесь немножко неудобно. Система открытия. Потому что вот здесь нет никакой... Такая небольшая цеплялка. Это реально... Наверняка из-за того, что у нее защита IP20. Скорее всего, они так сделали. Но это немного неудобно, честно скажу. Видите, здесь несколько разъемов. Соответственно, microSD, USB, microUSB для зарядки и AUX. В рекламных материалах, которые производитель выкладывает у себя на сайте и в интернет-магазинах, они делают очень хитро. Они пишут в описании, что здесь разъем microUSB. При этом на фотографиях, на иллюстрации, которые идут на сайтах, на разных, она имеет разъем Type-C. То есть, может, они это делают как реклама, чтобы отвлечь. Потому что я когда покупал, я реально думал, что здесь Type-C разъем. Что мне понравилось? При подключении USB-флешки, то есть, берем 64 гигапайта с форматом XFAD, мы просто вставляем флешку, и она автоматом включается. И автоматом играет. То есть, в этом плане, конечно, это во многих случаях удобно. То есть, вам не нужно заморачиваться, пауза делается на клавишу включения. Соответственно, если у вас несколько устройств подключено к колонке, ну, там, Bluetooth-телефон, то переключение на букву M. По сути, все, больше тут нечего рассказывать. Выключение также на нажатие клавиши включения. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok